Чтобы разобраться в этом, нужно помнить всегда, что история сотворения мира – это духовное, что все это в духовных мирах, безусловно, оттуда это перешло потом в тот мир, который был создан как материальный мир, сначала был создан духовный мир, все это поэтому было в духовной корне, потом это перешло в наш мир, это общий подход. И теперь, все, что находится в мире, находится потому что любой объект, от молекулы до элементарной частицы физической, до человека, и травинки, и животного, и мухи, и все, что хочет, все – воля Всевышняя. Что такое воля Всевышняя? Как она реализуется? Как она приходит в этот мир? Через духовную субстанцию, которая реализует эту волю, называется, наверное, видите, малах. Если это плохой и неправильный перевод ангел, мы не будем пользоваться, потому что это не наши слова, мы должны найти малах. Это вот каждое явление имеет малах, и тогда оно имеет право быть, и поэтому может быть. И вот каждое растение имеет тоже своего малаха. И у нас говорится даже в Талмуде, что этот малах говорит этому растению, когда наступает время, давай увеличивайся, расти, становись крепче, сильнее и прочее. Короче, он так помогает или управляет, не важно как, все это воля Всевышняя, он передает эту волю этому растению. Но растение стоит на месте. Теперь животный мир, любой, летающий, птицы, рыбы, и все, что хочешь, оно перемещается. Если оно перемещается, это значит, что влияние, пока животное перемещается, оно переходит из области, где один вот этот малах, который им управляет, то же самое, опять малах. Но оно перемещается, переходит в область, где другой малах, управляет другим моментом. Поскольку вот это управление, оно все-таки сложнее и иначе, чем, принципиально иначе, чем управление растительным миром. И это различие животного растительного мира. То нужно организовать что-то, что уже не будет говорить о связи между малахом и объектом только. Это всегда остается. Нужно нечто большее. Нужно создать области, которые будут иметь то или иное духовное качество на данный момент. И тогда животное, а также человек, кстати, переходя из одной области в другую область, будут переходить из одного качества ситуации в другую качество ситуации. И таким образом управление будет не только этим одним малахом, но всей этой областью. Уж так все вышли управляют миром. На сегодняшний день вот эта область имеет благословение, а завтра эта область может не иметь благословения и так далее и тому подобное. То есть еще существует кроме точечного малаха еще и области. Теперь, откуда мы знаем про эти области? Где мы их видим? Поэтому на четвертый день, на третье растение, на пятое животное. А что на четвертый день? На четвертый день система небесных объектов, звезды, созвездия, галактики, или ближе к нам планеты, или кометы. Все, что хочешь. Вот здесь такие основные планеты, которые вокруг нас, Солнечной системы. И, конечно, есть созвездия, 12 знаменитых созвездий. И есть несчислимое число звезд. И созвездия, и галактики, и всего, чего хочешь. Каждый из них – это некие лампочки, индикаторы, через которые проявляется и приходит всегда общее влияние на этот район. Поэтому, например, планета, она сама по себе не управляет ничем, и ей запрещено молиться в этой стороне, и ни в коем случае нельзя поклоняться ничему. Но это индикатор, как светофор. Светофор управляет движением транспорта. Но понятно, что светофор не управляет ничем. Светофор не имеет ни знаний, ни головы, ни чувств, ничего. Он нам дает индикацию, зеленый свет – можно ехать, красный – нельзя ехать. В этом смысле светофор управляет движением. Но каждый взрослый человек понимает, только ребенок такой же думает, что светофор ничем не управляет. Он управляет или общей компьютерной системой в этом городе, которая включает-включает светофоры, или отдельным полицейским, который управляет светофором. Но светофор дает нам индикацию, что на этом перекрестке можно в этот момент, а через 2 минуты уже другое можно будет, а через 3 минуты опять другое будет, то будет зеленый, то желтый, то красный. Все это системы управляет. Точно так же планеты, звезды и все. Просто в отличие от этого светофора, который очень примитивный, Всевышний имеет возможность, потому что он все может, такую запустить сложнейшую систему, которая не должна, ни в какие изменения не будет уже, все запущено на все времена до конца существования материального мира. И зависит от того, где какое созвездие, где какая планета, это как светофор, индикатор знать, что в этом районе. Зеленый свет или красный свет и так далее. И тогда это индикатор животного, который перемещается и имеет своего личного малаха. Кроме того, кроме личного, человек сидит за рулем своей машины, но он должен быть в соответствии с тем, как на улице машина двигается. Иначе будет не очень хорошо. И поэтому, когда появились возможности животного мира перемещаться, как хочешь, то нужно было дать светофоры создать, которые будут общим управлением, и так, что иногда движение будет удачным, иногда неудачным. А уж тем более у человека. Иногда наше поведение удачное, иногда неудачное. И это индикатор этого, эти вот планеты, звезды, созвездия. И ни в коем случае нельзя думать, что они управляют. И ни в коем случае нельзя думать, что от них зависит. От светофора не зависит, врежется эта машина куда-то или нет. Светофор просто создает более удобные возможности правильно двигаться на дороге. А если где-то пьяный водитель, то никакой светофор не помогает. Потому что светофор не управляет ничем, он просто открывает возможности и показывает возможности. Я думаю, эта модель очень хорошо объясняет ситуацию. И показывает, что мы, в отличие от других народов, которые когда-то поклонялись всяким звездам и планетам, мы никому ничем не поклоняемся, но зато мы признаем величие и умеем наблюдать, и в наших книгах это есть, и в Талмуде это есть, в колоссальной величии сотворенного мира. Ваш вопрос как раз помог приоткрыть немножко. Поэтому, как мы видим, на четвертый день система светофора была создана, на пятый день система движения была создана, потому что животные двигаются, в отличие от растений. Я надеюсь, что как-то немножко объяснил. Надеюсь, польза есть в этом. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok